Всем привет! Это Олег. Город Севастополь. Настя, конечно же, конечно же, конечно же, нашу собаку. Короче, 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 Настя сюда. Короче, ребят, много в комментариях пишите, расскажи что-нибудь плохое про Крым. Ну, давно вопрос, как говорится. 2015 год. Мы переехали в Крым. В 2016 году мы уже жили в Орловке. В 2016 году была такая весна очень влажная. Травы было очень много. И было такое огромное количество клещей. Клещей. Именно этих клещей, которые в Сибири, на Урале. Этих именно энцефалитных. Те самые страшные, противные, гады, сволочи. Вот. Их было такое огромное количество, что даже я, в 90-х годах работающий человек, геолога разведки золота искал. Много тайги собрал на себя, много клещей было. Я не видел такого количества. Здесь рядом, вот Ась, наведи. Вот здесь в Орловке есть небольшие прудики. Мы как-то там выгуливали собаку. И пару раз мы ходили туда на рыбалку ловить карпа и амура. Там рыбалка запрещена. Но мы с Настей набрали смелости. И мы, короче, на пару часиков решили туда сходить. Ребят. Ну, это звезда у нас. Ребят, вы не поверите. Мы с Настей вышли на берег. Мы их не собирали. Мы их стряхивали. Мы их стряхивали десятками, потому что они везде. Они были везде. Мы реально с Настей по десятку штук себя стряхнули. И как-то мы еще по глупости по своей пошли туда с собакой погулять. Там канавка такая с ручейком. Очень высокая трава, влажная. У нас собака... Вот теперь можешь собаку ближе показать. Вот собака, как у нее... Вот идет, короче, рот, губы. У нее все было. Вот каждый миллиметрик это был клещ. Это был реально на каждом свободном месте был клещ. У нее разбарабанило морду, короче. Мы поездили к ветеринару. Сидит, короче, она на машине у вазики. Люди подходят сквозь стекло, смотрят. Это что за порода такая? Какая-то смесь Алабая с бультерьером. Потому что у него такая хрень такая. О, такая прикольная порода. Мы не знаем такой. Это просто собака, перекушенная клещами. Что-то порядка несколько сотен клещей на ней было. Поставили укол. Потом мы ехали в вазики. Благо у меня алюминиевый внутри обшит. Они падали, лопались. Короче, все было в клещах. Вот. Это 2016 год. 2017-2018. Более-менее засушливый. В этом году весна была затяжная, не такая влажная. Но, тем не менее, клещи тоже есть. С себя уже стряхали. С собак снимали. У нас есть маленькая собака, муха-цикатуха. У нее вообще вес 800 грамм. У нее прям на одном ушке, на втором прям пирсинг. Две штуки вчера сняли. Реально две. Сережки. Что? Сережки. Да, как сережки, короче, сняли. Это было прикольно. Это уже у нас она насобирала. А, кстати, давайте покажем. Собака у нас вольерная. Мы собаку редко выводим гулять. Тут ради съемок решили вывезти. Вот, смотрите. Она сидит в вольере. Все, лежать давай. Она у нас собака вольерная. Вон, два сидит аж. Две штуки. Один пьет, второму не дает возможность. Реально, я рядом с вольером траву всегда выстригаю. Тем не менее, в вольере цепану. Я не знаю, после этой прогулки сколько будет. Где-то здесь мы видели. Где-то его не цепануть-то бы. Не, на другом, наверное. Не, здесь был. Да, да. Может, уцепился? Я их обработала. Не, вот на этом. Видишь, обработанное? Мокрое. Да, мы обработали. Отцепился. Вот он. А, вот, вот, вот. Вот он. Он лопнул. Он сдувается. Он лопнул. Вон, видите, вон он, гадина. В общем, в 2016 году мы, когда с Настей выходили на рыбалку, мы себя обрабатывали. Знаете, вот, тайга. Есть средства от клещей. Наверняка на материке встречайте. Мы обрабатывались рульфом собачьим, вонючим. Один хрен их было море. Их было просто огромное количество. Но, ребят, спешу успокоить. Мне, кстати, на днях тут друг звонит Мейтогорский. В Севастополь тоже приехал Саня. Саня, тебе привет. Олега, я не знаю, что делать. Посоветуй, дружище, что делать. Ты больше меня здесь в Крыму живешь. Короче, вот сапнул клещ. Он пришел в травматологию. С него его выдернули. Он начал требовать. Емуноглобулин мне поставьте. Спрашиваю, что? Емуноглобулин? У нас стаят везде. У нас такого нету. Возьмите хотя бы клеща на экспертизу. Как? В Севастополе? Давайте мы его в пробирку положим. Мы вы за свой счет. Уйдете в Симферополь. За свой счет проверят его на энцефалит. Есть ли он или нет? Ребят, смей успокоить. Энцефалитных клещей здесь нет. Здесь даже, мало того, здесь даже не страхуют. Я в страховой компании машину страховал. Давайте заодно от клещей меня застрахуйте. Фиг там, сказали. Мы не знаем, что это такое. Здесь не страхуют. Но, тем не менее, не расслабляйтесь. В любом случае, клещ переносит пироплазмозм и болезнь. Лайба. Пироплазмозм у нас маленькая собака перенесла. Это тяжелейшее заболевание. Настя каждый день в течение недели-двух возила на капельницу. Я, честно говоря, уже сдался. Я думал, что собака умрет. У нее у маленькой собаки один глаз чуть ли не на ниточке болтался. Я думал, все, надо ее просто дать уйти ей спокойно. Настя все-таки выходила эту собаку. То есть, не расслабляйтесь. В Крыму клещей много. В России мало-мало. В советское время вообще везде обрабатывали. При России где-то обрабатывают детские лагеря. Там места лова рыбаков. Да, я знаю, обрабатывают. По крайней мере, в Челябинской области. Не знаю, как в ваших регионах. Здесь этого не знают. Вот реально, если, допустим, сейчас бы мне одеть белый костюм и спуститься там, где показывала Настя ставки и пруды, там прогуляться, я бы штук 15 на себе показал. Ну, как бы, знаете, не хочется играть с огнем, потому что пироплазмозм это довольно серьезная болезнь. То есть, клещей в Крыму очень много. Всем пока. Пошли. Рядом. Продолжение следует.